Зимой Ширяевские штольни становятся прибежищем самой большой популяции летучих мышей в Европе. В это время в пещерах спят 34 тысячи особей восьми видов. От самых маленьких, ночницы весят 5-6 граммов, до крупных, гигантская вечерница достигает 40 граммов в весе. Работники национального парка Самарской лука всеми силами стараются сохранить покой зверьков и просят не посещать штольни зимой и уж тем более не разводить там костры. Если температура окружающего воздуха в пещере поднимется хоть на градус, мыши просыпаются. На это тратится очень много энергии, жировой запас уменьшается и есть риск не дожить до весны. Подробности из жизни этих загадочных зверьков рассказывают в музее летучей мыши в Ширяево. Не нужно беспокоиться совершенно и бояться этих, главное, животных не нужно. Мне вот мама рассказывала о том, что как же там летучими мышами ты занимаешься, ты там смотришь на них, они же залазят в ухо и выпивают у тебя кровь. Я говорю, ты же откуда это взяли? Такие мифы и есть. Они счастливы, говорят, ну как же нападают. Но вот те люди, которые посещают наш музей, они после этого говорят, ну мы все, мы точно животных своих не будем трогать. Летучие мыши-зверьки очень редкие и нужные. В тех местах, где они живут, резко улучшается состояние леса, говорят ученые. Мыши питаются насекомыми и защищают деревья и кустарники от вредителей. На самих мышей охотятся лисы, ласки и куницы. Особенно летом, когда мыши спят на открытом воздухе. Чтобы обеспечить спокойный отдых летучим мышам днем, по всей территории развешивают вот такие домики – скворечники для летучих мышей. Сюда помещается до 13 особей. Снаружи скворечник гладкий, а внутри шершавый, чтобы мышки могли спокойно цепляться. Музей летучей мыши работает круглый год. Здесь можно поближе познакомиться с жизнью и особенностями этих зверьков. И два раза в год действует тур «Ночь летучих мышей». Желающие могут увидеть, как ученые отлавливают животных, взвешивают их, крепят специальное кольцо на лапке для дальнейшего изучения. Марина Матвеевшина, Максим Гусев, События.